здравствуйте это программа открытый диалог с вами николай пивненко и мы находимся с вами таком приятном очень моменте что ли нашей жизни совсем недавно отмечалось рождество православными христианами но а сейчас пришло время крещения что это такое что происходит в этот день и как необходимо все это делать для тех кто воцерклен и для тех кто может быть не в курсе как это происходит одним словом во всем этом мы поговорим сегодня с членами партийного отдела по издательской деятельности и связям со сми наставителем преображенского храма поселка коренева иреем или и семеновым который не раз был уже гостем нашей программы здравствуйте добрый день ну во-первых сразу же первый вопрос как прошло в этом году рождество вот потому что мы находимся еще в январе и вот как раз между рождеством и завтрашним уже крещением ну конечно радостно рождество всегда это очень радостный праздник праздник который в нас вселяет надежду на обновление рождается сам господь и понятно что для церкви для людей верующих это ну очень серьезный момент во первых подумать о себе как-то взвесить на весах совести свою жизнь за прошедший год и постараться подготовиться к следующему году обновиться на 3 сам начале года происходит да поэтому конечно это очень важный и очень радостные моменты причем более того в отличие от других праздников этот праздник имеет очень большое время по празднества и вообще между рождеством и крещением дни называются святками святыми днями поэтому эта радость рождества христова именно в этот день она как бы распространяется и на последующие дни как и после пасхи светлые седмицы у нас особое благодатное время точно так же и после рождества христова это благодать события рождающегося христа и возможности возрождения нашего во христе она очень чувствуется поэтому конечно радостные дай бог чтобы эта радость она сохранялась ну и я так понимаю что те священники которые служили то я так понимаю что все священники в этот день а так или иначе находятся вот в своем храме да потому что такая всеобщая служба да конечно священники находятся в храме служат на вечере так же как и перед крещением о котором мы с говорим поговорим да служа служится на вечере особые царские часы все ночное бдение конечно на котором все присутствуют храмы украшены вот не только квартиру у нас украшены елями но и храмы тоже и это не случайно и здесь конечно очень важно именно присутствие в этот день вы сказали все священники но вообще как бы должны все христиане присутствовать в храмах почему потому что их должно тянуть к богу почему должно тянуть потому что самая главная заповедь это заповедь любви если господь рождается но хочется быть с любимым и мы с вами знаем что само событие рождества христова она связана с тем что к вертепу в котором родился господь собрались совершенно разные вроде бы странные люди пастухи но которые пасли овец они пришли чтобы возрадоваться и прославить господа ангелы спустились с небес вроде бы такая как бы разница вот волхвы мудрецы которые там персидские возможно которые с другой с другой части но не света но из дальних земель чужеземцы до ведомые звездой они пришли тоже поэтому естественно со само событие рождества христова она нас с вами сподвигает быть в это время рядом со христом другое дело что к сожалению в современном мире об этом тоже хочется сказать потому что у нас очень многие акценты меняются на прямо противоположной и если мы с вами говорим о некой радости рождества то она должна быть связана с духом христа но в последнее время даже не в последнее время уже достаточно давно этот дух христа пытаются заместить духом так называемого рождества и соответственно в этом духе рождества уже христа нет если мы с вами посмотрим на последние фильмы западные о рождестве в них нет христа я забыл как называется недавно посмотрел и продолжать эти выпускать делать их продолжают делать с большими с большим как бы нажимом и с более явным акцентом на то что рождество христа в этом рождестве никакого нет но это довольно странно потому что собственно рождество на странах с христом связанных данного она она по крайней мере должно быть связано с рождением хотя бы кого-то да но в одном из последних фильмов западных вообще как бы это этот момент что кто-то рождается он не присутствует да как тогда поясняется какой-то мальчик николай вот какие-то сказочные события подарки которые дети получают доброта конечно какая такая абстрактная она присутствует вот но рождение христа нет и вот это я бы сказал что сознательное выжимание христа из рождества она просто очень явным образом видно а зачем это там за тем чтобы люди забыли о христе потому что понимаете сам праздник то есть здесь если как бы уже отвечать на ваш вопрос хочется еще одну тему поднять праздник рождества мы с вами сказали радость но радость бывает у праздника разная очень часто праздники воспринимаются светским образом в миру как некая возможность расслабиться отдохнуть но как-то вот снять стресс выпить выпить ну это как бы элементы снять и стресс расслабление отдыха выпить там закусить то есть в общем ну насладиться плотью и вот этот момент как бы расслабленности в празднике он прямо противоположен тому духу христианских праздников которые в них заложен в том числе и в рождестве то есть с духовной точки зрения праздник это именно собранность сосредоточенность некая работа над собой воспоминание того как как мы с вами сказали в начале что прошло в прошлом году в чем я как бы промахнулся подведение итогов оставление акцент как-то это наоборот собранность и трезвость особенная особенная которая является завершением какого-то этапа и началом нового этапа как бы в обновлении это что касается духовного смысла праздника стержни такого светский мирской смысл очень часто он именно в расслаблении вот здесь один праздник еще можно как бы расслабиться вот плюс ко всему современный праздник он еще и некая коммерческая очень издавляющая ситуация вот которая позволяет маркетологом использовать это для того чтобы ну избавиться от тех товаров которые не продались за год поэтому это особое время продаж особое время покупок особое время суеты вот этой вокруг магазинов и так далее что противоположно духу именно христа и христианство но не противоположно духу так называемого рождества который наоборот всячески как бы пытаются стимулировать я понимаю что люди приходящие в церковь которые являются прихожанами и относятся к этому празднику вот с духовной точки зрения их меньше чем тех людей которые воспринимают праздник как но вот некая опять возможность отдохнуть и приходят ли такие люди в церковь сегодня рождество ну конечно конечно если исходить из того сколько действительно верующих и понимающих серьезно что значит на самом деле рождество христова для них и как их жизнь должна измениться потому что господь придя на землю воплотившись он нас зовет куда-то это его подвиг это его его жертва ради нас но даже само рождение христова который было обставлено крайне скромно вот сам бог рождается в таких условиях что ну как бы нормальному человеку странно как это так вот но это все не случайно это как раз намек на то что нам нужно что-то делать поэтому конечно людей которые это осознали и осознают мало мы это видим что не толпы народа пришли тогда к вертепу но только некоторые и потом за христом последователь его тоже было немного и более того в какие-то особые моменты когда нужно было выбирать между устроенностью в миру неким комфортом и благополучием или жертвенным следованием за христом очень многие выбирали первое потому что второе требует действительно жертвенности и любви к богу и понимание того что духовное в нас она гораздо важнее чем плотское и телесное вот что самое важное поэтому возвращаясь к нашему предшествующим вопросу как бы чтобы завязать за углить до эту тему конечно мы можем сказать что гораздо проще как бы окунуться в этот праздник именно плотью желая как-то расслабиться и там насладиться чем действительно духовно воспринять этот праздник как некую возможность для себя обновления поэтому разумеется точно так же как например если мы с вами посмотрим кто какую литературу читает или кто какие фильмы смотрит потому что если мы обратимся например к серьезному кинематографу к искусству действительно то ну в процентном отношении кто смотрит например фазбиндера там тарковского гадара например и кто смотрит другое что называется фильмами но не кино михалков как-то сказал не буду говорить по поводу кого что это это да это это фильм это драматургия но это не кино вот точно так же и здесь кино она требует от нас работы она предполагает что мы остаемся сами собой и более того эволюционируем изменяемся после просмотра фильма фильм для нас это некое событие изменяющие нас поэтому конечно классические классические фильмы классику кинематографа смотрят мало людей точно также и по-серьезному в храмы приходят ради духа христова тоже гораздо меньше людей но будем надеяться что их будет больше и больше сейчас мы сделаем небольшую паузу потому что мы не могли не поговорить про рождество мы находимся еще в январе но во второй части мы поговорим о крещении которое состоится завтра и очень интересно что это такое потому что если про рождество еще более-менее ну не очень выцепленные люди что-то знают что-то читали что-то слышали или общались с умными людьми то про крещение как мне кажется еще меньше процент к сожалению знает что это за обряд эта миссия это какое-то состояние вот об этом поговорим в продолжении программы через некоторое время напомню что эта программа открытый диалог у нас в гостях члены епархиального отдела по издательской деятельности и связям со сми настоятель преображенского храма поселка коренево или или я семенов в первой части мы поговорили про рождество о важности этого ну праздника и в общем-то какой-то точке отчета до для любого православного верующего но и теперь завтра все знают что ну по крайней мере хочется верить то что все знают что будет крещение другое дело что не все знают слышали только что вроде бы купаться нужно в этот день и купаться где угодно хотя так ли это вот давайте мы поговорим вообще почему крещение от рождества отодвинуто на такое время дело в том что изначально вообще это был один праздник называлось это богоявление об этом празднике вообще рождестве христа и о богоявлении мы с вами узнаем уже в конце 4 века то есть он начал учреждаться но и соборов с этим много богоявленске до названия богоявленске богоявленске да вот поэтому изначально именно 6 числа был праздник богоявления когда праздновали рождество христово и богоявления то есть это было именно явление бога почему именно богоявления также связано с крещением потому что как мы знаем в этом событии крещение если мы о нем уже говорим как о событии ином чем рождество Это событие произошло уже в то время, когда Иисус Христос возмужал, и перед его выходом на проповедь он приходит на реку Иордан, в которой Иоанн Креститель, предтеча Господень, величайший из пророков, крестил людей. Крестил народ через покаяние. Крещение Иоаннова – это крещение, которое сподвигало людей покаяться. Покаяться – это что значит? Это значит посмотреть на свою жизнь и понять, что их жизнь как-то идёт не так, и захотеть её изменить. То есть это не просто какой-то отчёт о том, что я что-то там сделал не так, это именно боль и скорбь в сердце. Но когда человек осознаёт свою болезнь, понимает, что эта болезнь по его вине, и хочет от этой болезни избавиться, и тогда он омывается в реке Иордан, и выходит, и как бы это символическое такое омовение свидетельствует о его желании измениться. И это желание измениться, оно предваряет встречу со Христом. Поэтому у нас сейчас в храмах таинство исповеди, таинство покаяния, оно предваряет причастие. Потому что для того, чтобы встретиться со Христом, необходимо очиститься. Всё-таки, ну как, мы знаем притчу, когда некий человек был позван среди других на пир, но не переоблачился, не переоделся в праздничную одежду, хотя такая возможность была. Были резницы у вельмож того времени. Он просто по нерадению, нежеланию, просто, ну я не знаю, какая у него была мотивация. Может, хотел просто поесть и побыстрее уйти. Ну, в общем, проявил дерзость и наглость перед хозяином. И был спрошен этим господином, который пришёл и видит, что кто-то не переодет в белой одежде, дружи. А почему ты в таких одеждах? А тот молчит, проявляя наглость, не извиняется. Ну и... И не рассказывает. И после этого господин приказывает своим слугам выкинуть его в тьму кромешную, где скрежет зубов. Жёстко. Жёстко, но справедливо. Поэтому в данном случае, конечно, с духовной точки зрения мы должны подготовить себя к принятию Христа. Поэтому вот это крещение Иоанна на Иордане было подготовкой. То есть нужно, ну как бы, смыть с себя грех сознательно, опять-таки. Это дело сознательного покаяния. И вот Господь Иисус Христос приходит к Иоанну. И у евангелиста Иоанна есть такие слова, которых нет у других евангелистов. Диалог Христа с предтечей. И Иоанн предтеча говорит, что как он будет крестить Господа безгрешного? Ему нужно креститься у него. Но Господь, как мы это знаем, по многим событиям, событиям обрезания и другим событиям, Он исполняет закон, потому что в Нём две природы – божественная и человеческая. И как человек, Он исполняет закон Божий. Поэтому Он пришёл смиренно креститься. Но есть масса здесь толкований, что это крещение было не просто таким смиренным принятием закона, но также и освящением природы человека. То есть Он принимает грехи всех в это крещение Господь. Ну, масса есть толкований святоотеческих. То есть в этом событии также происходит и Богоявление. Что это значит? Ну, во-первых, мы видим самого Христа, который входит в реку Иордан. Затем мы с вами читаем в Евангелии о том, что был глаз с неба, «Се, Сын мой возлюбленный», сам Господь говорит, обращается ко Христу в некоторых Евангелиях, «Ты, Сын мой возлюбленный», в Евангелии о Танасе, «Сей, Сын мой возлюбленный». Но именно голос Отца Небесного свыше мы слышим. И голубь спускается на Христа, а в виде голубя, конечно, Дух Святой спускается на Христа в этот же момент. То есть мы видим с вами в прикровенном виде, конечно, явление Святой Троицы. Поэтому это Богоявление именно Троицы, не только Христа. Очень важное, конечно, событие. И здесь, опять-таки, возвращаясь к нашей некой теме, которую мы с вами затронули по поводу вообще праздников христианских, которые отличаются от праздников мирских, здесь нужно не забывать именно о духе, религиозном христианском духе, который точно так же, как в празднике Рождества заменяется духом мирским, так называемым духом Рождества, уже с маленькой буквы, точно так же и здесь, как вы сказали в начале, действительно мы с вами видим, что многие забыли об этом духовном стержне и смысле этого праздника, крещения Господня. И очень часто он воспринимается как некое купание, как некий спорт, в лучшем случае, как некая возможность погрузиться в холодную воду и тем самым принести пользу своему организму. То есть, ну, какая-то такая священная закалка, что ли, в определенный день, который дает нам некий импульс здоровья на весь год. Вот чаще всего так это воспринимается. Но, опять-таки, как и в случае Рождества, это прямая противоположность того, на что настраивает нас событие праздника. И еще сейчас маленькое такое отступление сделаю. Я до этого сказал, что хорошо было бы быть там и в навечере, и вообще. И кто-то, может быть, из наших зрителей подумает или даже скажет, что, ну, батюшка, там особо церковные люди, пусть они будут, а мы придем опять-таки в сам день праздника. Но в том-то и дело, что войти в смысл праздника нам эти службы и позволяют. То есть, там множество различных чтений, которые для нас с вами поднимают смысл праздника. Ну да, а что в них происходит? Поэтому это присутствие – это не просто для того, чтобы поиздеваться над нашей телесностью и постоять там несколько часов непонятно для чего в храме. Нет. Это для того, чтобы войти в понимание того, что это за праздник, и чтобы наша душа именно возрадовалась духовной радостью. Поэтому, возвращаясь к крещению Господню, нужно сказать о том, что действительно вот этот смысл телесной пользы, он заменяет пользу духовную, как и в Рождество. Это страшное на самом деле дело. Апостол Павел в послании к римлянам говорит о том, что забота о плоти, она является смертью для человека, если он забывает о духе. Просто смертью. То есть очень жёсткое на самом деле послание, очень жёсткие слова. То есть мы должны сделать так, чтобы забота о плоти не превращалась в похоти. А дело в том, что человек заботится о плоти. И более того, его движет страх, например, страх смерти, страх болезни. Поэтому нужно что-то сделать, нужно куда-то окунуться, что-то выпить, чем-то закусить. Поэтому нам нужно не забывать, что самый главный и центральный смысл вообще религиозных праздников, он духовный. В данном случае, что касается крещения Господня, то это именно воспоминание для нас, обновление, причём самого, что ни на есть, радикального. Почему? Потому что это крещение Господне должно нас с вами заставить вспомнить о чём? Нас, как христиан. Не христиан о возможности быть христианами, а христиан о том, что с ними произошло, когда они стали христианами. Это крещение. Каждый из нас, из христиан, он был крещён. А что значит крещение? Крещение – это также погружение в воду троекратное, символизирующее смерть и воскресение. Смерть кого? Смерть того человека, который погряз в грехах. Ветхого человека. То есть нас, больных духовно. И воскресение к новой жизни. Поэтому крещение Господне для нас с вами – это попытка, ну, как бы, войти в это событие не только крещение Господа, но и вспомнить о собственном крещении и вдруг задуматься, Господи, ну, я же крестился, я же должен быть новой тварью, новым человеком, новым, принципиально, следующим за Христом по пути добродетели, а моя жизнь, она какая? И вот сейчас я опять погружаюсь в эту купель, в эту Иордань, и, выходя из неё, как бы чувствую даже телом эту морозную, там, ледяную воду, я вспоминаю о том, что нужно моей душе. Что касается вот этого погружения, то нужно сказать, что у нас в Люберецком благочине, предваряю ваш вопрос, возможно, вы можете спросить, а у нас где эти места, где можно погрузиться? Но опять-таки, ещё раз хочу сказать, не ради вот этой внешней телесной пользы и не за ВДВ, как некоторые это делают, вот, а именно ради души, ради воспоминаний о том, что нам нужно обновиться. У нас такая возможность будет на Наташинских прудах в 9 часов и после поздней божественной литургии уже где-то в час 30, там, как мне сказали, будет второе освящение. И на Коренёвском карьере в 9 часов также будет совершено великое освящение воды, и, соответственно, будет возможность, опять-таки, помолившись и попросив Бога об обновлении, окунуться. – Спасибо. – Огромное вам спасибо за то, что мы сегодня так внимательно и так очень подробно рассказали, что такое, кстати, Рождество, вспомнили, хоть мы его уже вроде бы как отметили, ну и что такое крещение, которое будет завтра. Вот ещё раз послушайте нас, и завтра уже идите совсем с другим настроением. Спасибо огромное. – Спасибо большое. – Ну, а наша программа «Открытый диалог» завершена. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова